Вот ролик. Дело было в Потеряевке. Специальный репортаж Анны Афанасьевой. Я вчера уже говорил, что 4 часа 40 минут снимали они здесь. Я все везде записал. А вышло сюда о наших, которые в съемке, неполных 3%. А97 откуда-то набрано там что-то. Наши, но в другое время где-то. Непонятно, зачем тогда они ехали. Зачем записывали. Тоже непонятно, что этот ролик заказной видно из того, что городит этот священник. Какое отношение он имеет к Потеряевке? Никакого. Встречался? Нет. А что-то знает? Ничего не знает. Учит лжеств в виде. То есть лжет стоит. Это обыкновенный патриарший манкурт. То есть без мозгов. Он говорит, шапочка переросла к мозгам. И вот он теперь городит. И вон зачем здесь никакого нет. То есть это заказ. Заказ чей я не знаю. Но связано каким-то образом это со свободой было. Радиостанция «Свобода» в Англии. Масона. Это далеко идущая. К ней претензий никаких нет. Ей 15 минут дали, она в них пыталась вложить. Думают они о детях здесь? Нет. Думают о вере, как правильно спасаться? Нет. Вот. Все спрашивают. И не поняли, а для чего этот ролик вообще нужен? Что? Но то-то... Вот что показы? Мы показали. В любой обстановке можно бороться. Не сдаваться. Ни одного ребенка я им не сдал. Ни одного. Матери со слезами просили. Только мои детей не отдавайте. Приехать я не могу. Я ни одного не отдал. Спецмашина была нанята. Приехала. Лепишек забрала. Потом с молочниками отправляли. И отправили. Здесь Галендухин был. С Екатеринбурга. Группа была и в Канаду. Так они хотели детей забрать? Конечно. Им дети нужны были. Дети. Они дежурили. Полиция. Несколько суток. Менялись. Машины все время под присмотром. Знать адреса. А теперь они адреса узнают. И начинают родителей бомбить. Напишите на меня показания. Что я враг народа. Или кто там. Чтобы детей. А иначе детей у тебя изымут. Это мне они звонят. Я этого не видел. Доказать еще не пытаюсь. Но я вполне верю, что это возможно. В прокуратуре. Деньги нужны. Адреса нужны. И вот они говорят. Что они говорят. Вот приехали здесь. Сколько многое они могли бы узнать. Ведь это не день, не два. Сорок пять лет. Сорок пять дней. И то много. Ребенка возьми чужого одного. А и те годы у нас приезжало. В среднем было сто восемь, сто девять человек. Со взрослыми. Я как-то вспоминаю. Один раз в поезд в лагерь приехало. Семьдесят два человека сразу. Надо накормить. Напоить. Чтобы было интересно. И все благополучно. Безопасность. Рано встаем. Молятся. А эти, которые нападали. У них ничего нет. Тем более вот этот стоит. Балаболит языком. Он ничего не знает. А там пропадают дети. Да. Сколько их пропадает. Какое развращение. Что в домах и детских приютах. Сколько беспризорных. Говорит. Три миллиона по стране шастает. Наркомания. Смерть. Насилие. Разбрат. Они ничего этого не видят. Это хорошо, что они на нас напали. Это очень хорошо. Если вы благодарите, я Бога благодарю. Господь допустил это. Да. И они вот детей я научаю бежать. А ты как научаешь? Я показал, что детей можно сохранить. Ты как соблюдаешь? Вот я его спрашиваю. Как? А он никак. У него нет ни одного ребенка. Ну как в деревне правильно жить? Батюшка сказал. Как? Помогает. Ты еще какой совет дашь? Никакого. Так а что ты болтаешь тогда? У тебя ничего нету. Местный митрополит вот там приезжает. Он говорит. На Игнатия почему нападает? От зависти. Они говорят, сами ничего не могут сделать. Они не могут. Я 45 лет. Я отвечаю за детей перед Богом, перед родителями. Ни одного отравления. Ни одного. И эту радость. Да. Эту радость никто от тебя не отберет. Никто. Никогда. Никто не отберет. Вот я теперь смотри. Ты найдешь другой выход. Да. Я теперь смотри. Открывай притчу Соломона. 26 глава, 26 стих. Я правильно нет открываю? Да. Вот смотрите. Господи, Боже ты мой. Вот нападение, да. Так. Считай вслух. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Злоба. 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 Мы не говорим, когда он по-хорошему. И сейчас Алексей говорит, Устинов. Там вышел Саша Болотов. А через него в Барнауле там Волков у нас был. Я ничего. Я был там тот другой, этот баламут. Его ничем нельзя было усмирить. Вот такой. Я говорю, тебе только к старобрядцам идти. Зачем ты к нам попал? Он ушел к старобрядцам. Я там был. У меня нога там болела. Ты не ребенок, во-первых. А во-вторых, ты топора не держал в руках. По ноге рубанул. Дали нож. Руку порезал. Я-то при чем? Здоровый женатый человек. Тогда он вроде не женатый еще был. Саша еще что-то там такое лезет. Злоба не укрылась. Они вылезли. Через этот ролик показали, кто такие. Там есть там Виктор Скоратовский в Америке. Совершенно бешеный человек. Пришел как бы из баптистов. Православие-то. А баптист это церковь. Если она церковь, зачем ты пришел? У них все лучше, чем у нас. Зачем ты пришел? У них нет священства. Нет литургии. Нет причастия. Нет, нет ничего. И зачем ты пришел тогда? И при том на меня напали. А он там радуется. Наконец-то это вот там, этот упырь там такой. Пожалуйста. То есть не укрылась. И Златоуст говорит об этом. Мы сегодня слышали. Какую награду Господь приготовляет при гонении. Так я могу показать плоды в детях. Какие дети. Какие они уезжают. Это родители говорят. Он приезжает. Ребенок совершенно другой. Я не показал фильм. Потому что они к этому привязываются. А так вы его увидели. Ты уже устал и отдыхать тебе надо. Да. Устал. Всего, слава Богу. Вот что мы хотели, мы показали здесь. К этому добавить еще нет. Это не второй раз сегодня показали его по интернету. Еще будут показывать. Сказать у них ничего нету. Против нету. Вот сейчас кто-то заходит. Сейчас я посмотрю. Два человека зашли. Пока мы сейчас говорили, два зашли. Даже три. Алла, подожди. Жду тебя, выдачи. Да иди сюда. Сюда иди. Вот смотри дальше, что пишет. Давай-ка просчитаем. Это номер 243. События дня. Так. Скажите, Игнатий, а я мог вас периодически видеть в городе Москве на Казанском вокзале? Не знаю. Иде он там нашел что-то. Проверить сейчас посмотрим. Что-то должно быть еще. Сергей Макерт. Когда ничего не пишет, вот это вот. А что он хотел сказать вот здесь? Никогда не писал. Я даже не смотрю. Сразу выкидываю. Удалить. Я ничего доброго не жду от этих людей, которые не подписывают. Неизвестно чего. Дальше. Ирина. собрания после богослужения. Удачи вам. Ну, это так. Так, что такое духа Умаров? Ну, это, конечно, не Умаров. Духа тот умер. Вот посмотрим сейчас. Что же здесь сказали нам посетители? Павел Калашников. О Лапкине узнал только что из России. 24. Я посмотрел по видео, у меня смех разобрал. С Виталием нужно совершенно по-другому поступать. Ну, это Виталий не об этом. Узнал только что из России. И ничего не понял Владимир Волошин. Ну, вот не понял ничего. А вот. Зачем говорить горох молодой сорвали или Никита на тормоза давит? Да он и педалями не крутит. Натя Тихонович очевидно считает, что живет в деревне для умственно отсталых. Поэтому досконально объясняет какой горох резать рвать. Как на велосипеде ездить. Ну, такие есть люди, которые не знают. Он нарвал, который только отсвел. Там ничего в них нет. Пусты. И объективнее всех уже настолько сильно, что общинникам проще не общаться с ним и не снимать трубку, когда он звонит. Он не знает даже, что я не звоню и не общаюсь. Что вообще одно раз не услышать, что земля круглая. Вот он за это зашел. Что Господь все делает и что после него придет осень. После лета. А? После лета придет осень. После лета. А-а-а. Ну, ты что? Он научил кого-то? Нет. Он может что-то показать? Нет. Другой назидательный ролик. То есть он пришел, какая-то чушка. Его даже ничего не видно. Кто он такой? Вот я смотри, его закрывай. Вот он. Ага. Вот он, видать. Дока Умарова. Все вранье. Дока Умарова нету. И неизвестно, кто-то скрывается. Ты честный человек. Зачем скрываешься? Ты покажи свое лицо. Ничего нету. Здесь уже все закрыто. Все на этом закончилось. Уводим людей. Пошли обедать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok